Три недели назад посещал на границе Воронежской области и Украины в Кантемировском районе многокостроенный комплекс, владелец которого завез два стада джерсеев из Дании и бонбильярдов из Франции. Предприятие Молвест. Нители все расстелились. Сегодня по бонбильярскому стаду, по первотелокопродуктивность, где-то уже пятый-шестой месяц лактации идет 26 килограммов, жирбелок, соответственно, 4,4-3,4. Не было за весь период завоза скота потерь ни одной головы, ни по матушному поголовью завезенному, ни по расстелившемуся полученному приплоду. Какое завезенное колщинское поголовье может характеризоваться таким показателем? Пока нет. Под джерсеем ситуация другая. Джерсея расстелились в апреле и в мае. Средний дой по первотелкам на сегодня, это где-то второй-третий месяц лактации, 21 килограмм, содержанием жира и белка, соответственно, 5,6-4,4 по джерсельскому стаду. И такая же характеристика, нет отхода по матушному поголовью в рост, по-моему, и по молодняку. Я просто к тому, что, наверное, вот это несколько пренебрежительное сложившееся отношение к цветным породам, а напомню вам, что в 70-е годы в Советском Союзе в породном районировании доминировали сементалы, Пётр Никитирович, подтвердите, в Советском Союзе в общем поголовье, включая все Советные Республики, более 50% скота были чистопородные сементалы. Я сейчас не призываю, совершенно не призываю к тому, чтобы мы вот сейчас все вернулись, но мы должны понимать, что галштинская порода настолько хороша, насколько мы готовы ее технически, технологически сопровождать. Я не умаляю достоинства пород никогда, ни в коем случае, но мы должны быть реалистами и должны понимать, способны мы у себя в наших климатических условиях, в нашей кормовой базе, с нашей культурой, с нашим уровнем развития комбикормной промышленности обеспечивать получение, реализацию того потенциала, который мы несем сюда с хорошими галштинами или нет. Или нужно иногда останавливаться на решениях других в пользу носителей скота, другой масти. Мне кажется, последнее в России интереснее.